Тушься чаще, прямо сейчас головка входит, входит в малый таз, глубже. Видео, что не предназначалось для широкой публики, но утекло в сеть, разместили у себя на сайте журналисты комсомольской правды Барнау. Как выяснили корреспонденты, в ноябре один из городских роддомов праздновал 80-летний юбилей. Для врачей подготовили небольшой корпоратив, каждое отделение должно было себя презентовать. Сотрудницы родильного решили записать клип, скинулись и пошли к профессионалам. Правда, медики не рассчитывали, что запись попадет в сеть. В интернете ролик набрал тысячи просмотров и собрал множество неоднозначных комментариев. Интервью у главного алтайского трансплантолога взяли журналисты информагентства Толк. Специалист по пересадке органов рассказал о том, почему посмертное донорство является актом гуманизма, трансплантацию каких органов проводят в Алтайском крае и почему проблема дефицита донорских органов еще долго может быть неразрешимой. Читайте занимательное интервью с врачом Евгением Григоровым на сайте Толка. Бискому дедушке, у которого нет соли, помогут хайповые принты. История Вячеслава Степановича сподвигла организацию, занимающуюся изготовлением всевозможных принтов, поддержать пенсионера материально, сообщает московский комсомолец Барнаул. Компания выпустила коллекцию благотворительных принтов, в которых четко прослеживается связь с бийским дедом-мемом. На футболках и толстовках красуются надписи на любой вкус. От новогодних и позитивных «Елочка мне нравится» до сдержанных, но понятных «Без соли». Отметим, компания пообещала передать дедушке 20% выручки от декабрьских и январских продаж одежды этой коллекции. История с бийским дедом началась с елки, которую устанавливали в Наукограде. А вот в центре Белокурихи только накануне появилась 14-метровая ель. Ее привезли из села Точильное, пишет Полицебро. В пути главный символ Нового года охраняли сотрудники ДПС, а устанавливали на городской площади уже коммунальные службы. Украсить ель планируют до конца этой недели. А в Наукограде вскоре появится экскурсионный трамвай, информирует бийский рабочий. Курсировать он начнет до конца года, поэтому уже в ближайшее время можно будет подать заявку на проведение экскурсии.